Я сперва думал, что я хотел довольно большой визуальный ряд показать. Еще нельзя. Нет, но там частично, может быть, сделает, но это как фон, потому что время отнимает. Но я подумал о другом, потому что во время перерыва и во время дискуссии очень много острых вопросов, которые мне казались очень важными, подняли коллеги, с которыми я говорил. И вчера я встречался тоже, к сожалению, я опоздал. Но вы, наверное, знаете близкого друга, бизонтолога Виктора Бычкова. Да, вы, наверное, знаете. И мы много говорили, он немножко другим аспектом занимался этой проблематикой. И другой, который очень давно, и, пожалуй, самый близкий, это Владимир Малявин, который тоже, хотя он работает в Тайване уже много лет, и все обещает, что вернется в Россию. Но он больше занимался, один занимался больше византийским миром, античной и поздней античностью, и средневековьем. А другой больше, вот как и другой еще, Кобзев тоже друг учебы, который китайскую энциклопедию издал, которые национальную премию два года назад получила, я не буду ничего комментировать, потому что времени нет. И вот эти вопросы, которые возникли во время дискуссии, я попытаюсь больше на теоретические, потому что тут доклады были с очень разных областей. И мне кажется, может быть, больше смысла будет, если я поговорю о некоторых теоретических и методологических вопросах, том, что связывает различные области знания, что в современной гуманистике становится исключительно важно, потому что я очень много работаю во Франции, очень часто там еду, и постмодернистская идеология, особенно гуманистическое направление его, огромный сделала вклад и позитивный, и негативный в разрушение рамок между различными дисциплинами, потому что в изначальном, особенно когда мы переходим на цивилизационные, какие-нибудь архетипные образы, первоначальные, очень многие схемы, которые сложились в отдельных гуманитарных науках и которые обуславливались развитием университетской системы, где этнология, антропология, которые позже появились, но, допустим, социология, философия, искусствоведение и другие гуманитарные науки очень ревностно защищали свои рамки и дисциплины, очень часто многие проблемы, которые находились, как в первоначальном знании, допустим, в начале философского, мифопоэтического познания мира, которые находились в едином комке, ну, я такое слово не знаю, насколько познания, они очень часто, очень искусственно отделялись друг от друга. Из современных гуманистиков, в которых происходят очень радикальные методологические сдвиги, оно показывает, особенно это явственно, то, что прямо связано с нашим объектом исследования, особенно с компаративистской методологией, которая очень активно теперь развивается, и это совсем не то же самое, как многие думают, что традиционное сравнительное исследование. Это совершенно разные вещи. Почему? Потому что современная компаративистика в новейших своих формах, она уже полностью зависит от интерактивной позиции исследования. Что очень важно для наших вопросов, когда с разных областей приходят учёные, и они уже исследуют вот тот же самый бестиарий, о котором мы здесь говорили, уже с точки зрения очень конкретной науки. И они формулируют свою программу. И в зависимости от того, каким разрезом и объектом, каким объектом, какой объект, какая точка зрения становится на этот объект, оно сразу и формируется исследование стратегии. И потому очень часто, вот то, что я в дискуссиях видел, мы очень часто употребляли те же самые слова и те же самые понятия, но говорили о совершенно различных вещах. Потому что один ту же самую категорию использовал в цивилизационном уровне, другой — этнологическом, третий — чисто искусствоведческом или ещё в каком-нибудь другом образе. И потому внешнее соприкосновение этих дисциплин, оно не касалось этого глубинного уровня полилога, то есть или диалога, который создал бы возможность для понимания. И в современной методологии также происходит ещё один колоссальный сдвиг, который я назвал бы цивилизационным сдвигом, который тоже связан вот с этим объектом, которым мы исследовали. То есть очень многие здесь есть филологи и то, что я слышал. Но вся великая цивилизация прошлого, все великие цивилизации и рек — это были цивилизации текста. Очень часто это было сакральных текстов, допустим, очень древних, как это ведийские или египетские, или китайские тексты, или Шумера, Бабилона, которые более важны для этого региона. Но это была культура текста. А что мы теперь видим? В конце XX века этот процесс, наряду с постмодернистской идеологией и то, что я называю становлением метод цивилизационной культуры, произошёл радикальный сдвиг. Что мы теперь видим в культуре? Это рецессия и деградация культуры текста, филологической культуры. И во всём мире. Я говорил с профессорами в Париже совсем недавно на крупной конференции, которая рассказывала, что очень показательный, который в крупнейшем колледже, который в Великой Британии, где преподавали традиционно классические языки, греческий и латинский, фактически никто не записывается. И масса преподавателей остаётся без работы. Этот процесс идёт почти во всём мире, за исключением, допустим, Китая или Японии, потому что для них это познание западноевропейской цивилизации, у них другая совершенно точка зрения. И вот это тоже прямо связано с теми процессами, о которыми я говорю это. Но средства вот этой визуальной культуры, восприятия... Оно также связано и с культурой мышления. Я не буду детализировать и говорить, но вы визуально тут сможете увидеть метаморфозы, о которых я очень коротко попытаюсь сказать. И вот если мы смотрим на эти радикальные сдвиги в компаративистской методологии с взлётом визуальной культуры образа, конечно, исключительную роль играли, я не знаю, насколько вам известно, но гениальный искусствовед и культуролог Йозеф Штреговский венской школы, который альтернативную школу Дворжаку и Алоизу Риглю создавал, но который, к сожалению, в России очень слабо известен. Другая гениальная фигура – это Аби Варбург со своим докладом и своим проектом «Мнемозин» «Образные истории», в котором в «Мнемозин» и проекте тоже были прообразы бастиария, но он этот проект не успел организовать. Я не знаю, сколько вам известно и библиотека Варбурга, но его влияние колоссальное, и его начали понимать только тогда, когда начали доминировать именно его ученики, то есть Пановский, Гомбрих, Закс, Львинд и многие другие только тогда обернулись и начали выяснять, почему произошло, что из многих школ начало выдвигаться именно это. Но была и другая школа, менее знакомая эта школа Фассиона, которая шла немножко другим, но по тому же самому направлению. С ней вы образного восприятия мира, вы можете больше познакомиться. Я заметил, что совсем недавно вышло исключительно важное, наверное, 500 изданий на французском языке, выдержавшие это Андре Мальро, гениальная книга «Ле музей Межнер», но это в другом виде голоса безмолвия. Он, к сожалению, в России, это культовая фигура западной Франции, которая все послевоенная. Он как раз, как и Варбург, визуальную культуру человеческой истории и разных цивилизаций реконструирует. Так вот, один из крупнейших представителей вот этой линии был как раз Юргис Балдрушайтис. Я немножко скажу о нем, потому что он колоссальное влияние оказал, допустим, на Де Лёза. И такие, допустим, я много работал в Японии, там давно уже все его книги переведены и по много раз изданы, потому что, наверное, что эти проблемы, метаморфоз и влияние восточных форм культуры, которые эволюционировали и по шелковому пути шли с Востока на Запад. И в этом смысле Конрад своей истории Ренессанса он был очень проницательный и глубок, когда он рассматривал ренессансные движения как огромную культурную волну, которая начиналась в VIII веке Китая и шла через Индию, особенно Кашмир. Вот это Кашмирский, где Ренессанс в Грузию, Армению, и потом византийский мир, и приходила в Италию, и этим занимались многие другие. Так Балтрушайтис как раз был одним из тех культурологов и искусствоведов, который концептуально попытался именно на образной системе именно исследования бестиария показать, как происходила метаморфоза, происходили метаморфозы и формы движения этих образов фроральных и особенно зооморфных форм, то есть то, что мы называем западным бестиарием, и показывал, что, допустим, мы очень часто, когда находимся в Париже и видим химеры, которые вы из угороманов и других, которые наверху, и очень мало людей задумывается об этом, что эти образы, они пришли же из Китая, понимаете, это чисто китайские, очень многие другие в романском и готическом искусстве образные, особенно зооморфные фигуры, то есть звери, которые даже никогда, и мифологические звери, и синкретические, мифологические и реальные звери, которые пришли в романскую, позже готическую и в западную культуру, в образе различных мифологических образов, они своими истоками тоже имели китайскую цивилизацию, и он в своих сравнительных исследованиях и пытался показать, как конкретный цивилизационный цикл вот этих зооморфных форм, которые первоначально рождались в Китае, наряду с другими движениями волн культурных, как все это формы двигались, допустим, в индийский цивилизационный мир, и как индийская культура, допустим, в Северной Индии, какого-нибудь, ну, где с тантристской идеологией, как она меняла эти образы, вот, допустим, Хаджураху, которые образы любящих друг друга, не только людей, но людей и зверей, как каждая культура вносила в определенные детали изменения. И вот весь этот цивилизационный процесс бестиария, как он двигался с Востока на Запад, каждая цивилизационная сфера, каждый цивилизационный мир фактически вводил свои глубинные архетипные слои, то есть в различные формы, которые, ну, проявлялись в каких-то деталях, свойственных и типичных для этой образной системы, для именно, допустим, Шумерский регион или Бабилонский, он имел своеобразное восприятие и какие-то архетипные детали, которые формировались тысячами лет. И когда вот этот образ приходил из другой цивилизации, последок и слепок, может быть, вот этой цивилизационной или культурной традиции, он всегда в одной или другой форме появлялся в следующем цикле метаморфоз вот этих зооморфных или бестиарий этих культур. И очень часто те, которые исследовали западноевропейское, романское или готическое искусство, они очень часто не задумывались, допустим, готику рассматривали и романское искусство как исключительно западное явление, то есть проявление западной цивилизации. Но что оказалось? Балтуршатис, который начал методически исследовать его движение, шло... Сперва он, так как отец был дипломат, и он, не знаю, насколько вы знаете, он блестящее образование, как и отец имел. Отец очень заботился. И даже когда он попал в элитную Сорбонну, он был, как ученики говорят, он был на голову сильнее всех других, которые кончили элитные учреждения Франции. И, может быть, этим можно объяснить почти немыслимая вещь, что уже первое, которое Армения и Грузия как раз и архитектура, и арки, и образные системы, потому что никто туда, кроме Штреговского, эпизодически из крупных исследователей, не попадал. Это благодаря только связям его отца, который работал здесь, он получил это разрешение. И вот начало вот этого исследования и началось именно в Армении и Грузии, которое он начал осознавать и увидел архетипные формы китайских и индийских бестиарий именно и в архитектурных даже строениях, в конструкции. И потом увидел, как эти формы эволюционировали в бизантийском мире, как они пришли в Равену, из Равены как шли в Западный мир. Он также обнаружил и другую линию, которая в разных слоях происходила, как те влияния, которые шли из Шумерского цивилизационного центра, объединялись с теми, которые шли по Шелковому пути. И он понемножку начал расстраивать в своих исследованиях систему и все делал экспедиции, и все двигался, все дальше в Восток. И вот я в 81-м году мне удалось попасть, когда очень трудно, в Париж, и я очень много с ним общался, потому что он был культовая фигура во Франции, и до сих пор масса его изданий идет в самом главном фламарион издательстве. И он очень много помогал. И вот когда я смотрел здесь первую передачу, вот этот доклад Иванова, так вот Балтрушатис очень похож по образу мышления и энциклопедизму. И даже, ну, может быть, можно объяснить эту виллу Вирджини еще и тем, но он масса вещей привез, артефактов из этих своих множества исследований, которые, ну, в разных странах, где он был. Но, может быть, это колоссальное количество этих артефактов. Можно объяснить, наверное, и другим, что его зять — это как раз выдающийся был исследователь, фасион, ну, самая крупная фигура, его учитель, который исследовал средневековье, готики и месцивилизационных. И также, вы, наверное, знаете, те, которые эстетикой, его жизнеформа знаменитая. И вот его мощь фасиона и фасионской школы проявлялась именно в том, вот то, что мы видим, допустим, у Ригеля, что очень редко, когда теоретическое, концептуальное мышление, то есть, когда между теорией, синтезом и эмпирическими исследованиями и практикой, это юнгтистская русская, когда очень глубокая естественная связь, то есть, когда идет движение и опознание от эмпирического факта к теоретическому синтезу и идет обратный. Вот этот принцип очень хорошо осуществлял, как теоретик Бенедетто Кротча, который прекрасно это понимал. Почему это очень важно? Потому что те, которые кажутся случайными, особенно сравнительные исследования, где очень много вещей, вот то, о чем мы говорили, где надо воображением, фантазией заполнять, потому что есть огромное цивилизационное пространство. Есть огромные вещи, которые только воображение, что действительно крупного ученого формирует. Тогда теоретический, эмпирический синтез, он помогает устранять те гипотезы и те движения ложные, которые проявляются в этом поиске по пробам и ошибкам. И вот болтрушайтесь, как и фасион, вот здесь как раз эти и аноморфозы, вот то, что Делез взял, и аберрации очень много. И вот что я могу сказать еще, к сожалению, время занимает, я лучше буду отвечать на ваши вопросы. Чем он еще очень важен? И чем он важен и для постмодернистской, и для современной идеологии? Потому что он постоянно подчеркивал похожие мысли, как и Абби Варбург, что самые главные очень часто проблемы, теоретические и другие, особенно комплексные сравнительные исследования, мы очень часто можем найти ключи абсолютно в периферийных областях познания. Потому что очень часто свидетели и источники появляются в, допустим, каких-нибудь коммерческих трактатах или описи, которые, если есть воображение, и вот ты имеешь несколько различных абсолютно дисциплин, систем, как, допустим, делал Абби Варбург, астрологические системы, когда ты начинаешь, если у тебя познание есть, допустим, с индийской астрологии, арабо-мусульманской, которая огромное влияние имеет на Средневековье Запада и которая забывается. И вот этот необычайно важный пласт знания, который может стать инструментом познания, он, допустим, в XIX веке, уже или XX, или XXI, очень часто исчезает. В XXI мы уже оборачиваемся назад, мы пытаемся реконструировать, переписать эту историю, уже появляется. Но, допустим, в XIX забыто, и тогда единственный источник для проверки становится возвращение к источникам и попытка расшифровать смысл, который в самых обычных фактах скрывается. Но я так как и опоздал, вот тут он показывает аноморфозы животных, которые, и исклюлённый церкал, и других, я просто хотел обратить внимание, может быть, всё-таки и в России найдётся, я не объяснил, почему Балтрушатис был вычеркнутый из ареала вот этого региона. Он же был председателем и зампредседателя Европейского освобождения независимости комитета Литвы, то есть правительства, которое было в Париже и Западной Европе. И я даже в 1981 году благодаря ему получал литовский паспорт, литовские документы независимого литовского государства, благодаря которому я смог объехать всю Европу как гражданин Литвы, как оккупированный из страны. И вот этого, конечно, советская власть, за его эту деятельность, потому что он очень ангажированный был в культуре, вы, наверное, не знаете, но это слой вот этой интеллигенции, его окружения, те профессора, которые уехали из Литвы, они создали невероятные документы интеллектуального сопротивления, бостонскую энциклопедию, которая не сделала никакая страна в мире. Свыше 40 томов огромных энциклопедического здания, маленькая Литва. Это 40 томов. И вот я нахожусь в редколлегии современной Литвы, где вся Литва в литовской науке. Мы очень часто не можем такого уровня написать тексты, когда они во время оккупации между двумя войнами. Потому что, хотя они были профессорами в разных вузах, университетах разных стран, но фактически вся интеллектуальная энергия шла. И, конечно, вот, видя их этот труд, конечно, он абсолютно, даже в спецхранах, когда надо было в Москве, в Ленинской библиотеке, это почти невозможно было до его книг добраться. Надо было дополнительные, ну, из политических, идеологических. Но инерция в науке очень сильная. И вот этот пласт его культуры, который очень важен и для многих вас, потому что для многих вопросов, которые мы обсуждали, которые всплывали во время дискуссии, здесь действительно можно найти именно в интердисциплинарной, компаративистской методологии. Да, уже мне показывает. Да, простите, что я, может быть, затяну. Да, если будет вопрос, я попытаюсь. Если кто-то может спросить, хочет. Да, пожалуйста. Пожалуйста, громче. Да, 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 да. Между прочим, он очень правильный и очень в точку вопрос. Видите, дело в том, что можно по-разному назвать то, что происходит теперь. И вот тут вопрос был с коллегой о историосовском значении постмодернизма и вообще историосовском значении в тех сдвигах культуры, которые происходят теперь. Проблема, с моей точки зрения, состоит в том, что та культура, которая была основана основана на культуре текста, при современном восприятии информации, потому что вся информация идёт из компьютера-монитора или из телевизионного экрана, львиная, она без всякого сомнения формирует наш образ мышления, то есть образ восприятия мира. И таким образом та культура, которая существовала, она совершенно отходит в другой пласт. И теперешнее, вот с точки зрения, когда мы говорим о культуре постмодернизма, я пытался вот это объяснить свою точку зрения одному коллеге. Когда мы смотрели, допустим, на модернизм Сутина, Кикойна, допустим, Марселя Просто, Джойса, других великих, Кандинского, величайшее созвездие великих мастеров, мы почти всегда, когда писали о модернизме, подчёркивали радикализм и максимализм, то есть противоставляли его той культуре, которая была, ну, модернизм была реакция на вырождение декадентских, неоромантистских, символических тенденций. Но что оказалось, когда появились сообразные культуры, совершенно новые формы восприятия искусства и мира, которые в постмодерн-културу, оказалось, что то, что мы называли суперрадикальным, это часть того же пласта. И произошёл сдвиг, что модернизм стал логическим завершением того культурного цикла, который связан именно с культурой текста, хотя образная система именно в изобразительном искусстве. Но то, что происходит более поздно, то есть то, что мы видим теперь в постмодернистской культуре, это уже совершенно другое. И другой вопрос, вот в чём идёт вопрос, в чём противоречивость постмодернизма и от современной культуры, вот то, что вы спрашиваете. Эта противоречивость состоит именно в том, что мы не знаем, или это формирование, какая фаза формирования другой культуры, или тот хаос, который мы видим в современных изобразительных залах, есть просто переходный период и поиск новых форм и новых идеалов. И очень возможно, что вот это, которое мы видим у Де Лёза, Фуко, Деррида, фактически отказ от классической и критика логоцентризма западноевропейского и очень часто отрицание важности античного мира, очень возможно, что это только временная реакция при формировании нового культурного цикла. Возможно, если начнётся цивилизационный цикл, который будет происходить, что очень возможно, под колоссальным влиянием иероглифической зоны, почему? Почему китайские и японские, допустим, в изобразительном искусстве уже очень часто дизайн, асимметрическая композиция и многие другие вещи, мы этого не замечаем, но фактически уже доминирует дальневосточная цивилизация. И когда один цивилизационный цикл кончается, никогда человечество не изобретает, если модель мышления может перенять из другого культурного цивилизационного слоя. И в этом образе, вот эта образная система, которая идёт из иероглифической культуры, она тоже начинает сливаться с теми тенденциями, о которых я говорил, вот с этими тенденциями излома. Но как они будут распространяться, нам очень трудно сказать. Очень трудно сказать вот эти вещи. Потому что мы сможем это интерсубъективно посмотреть, может быть, когда пройдёт 100-200 лет. Мы ещё слишком маленькую имеем историческую перспективу, потому что с точки зрения исторических циклов, цивилизационных циклов, это очень трудно сказать. И потому те вопросы, которые вы ставите, они остаются открытыми. Открытыми просто. Мы должны просто... А я про местияне спрашиваю, как это будет частное, в этой большой раме, что с ним происходит? Так вот я и говорю, я об этом и объясняю, что происходит разрушение старой системы, старой системы, которая существовала, и формируется новая система воспитания. очень разные. Очень разные. И в разном цивилизационном цикле, вот как я показывал, в разном цивилизационном регионе она прочитывается совершенно по-разному. Потому что, когда бастиария появляется в системе категории индийского цивилизационного мира, там действует этого цивилизационного мира категория. Вот, допустим, даже восприятие, восприятие вкуса, допустим. Вот западная европейская эстетика, которая формировалась классическая, для нее прекрасная была как главный критерий. Прекрасная, именно прекрасная. Для китайского типа мышления ин и ян такой взгляд становится примитивным. И понятия гармонии есть очень разные. Для нас это, или для греческой системы, которая перешла на запад, дверь должно быть в середине, все должно компонироваться симметрично. Но для китайского и особенно японского их понимание, то, что называется гармония или прекрасная, это примитивный взгляд. И они правы. И постмодернистская идеология, мета цивилизационная, которая, она уже учитывает этот. И, допустим, процесс, который, вот я могу вам очень простой пример сказать, который тоже частично ответит на вас. К нам приезжали специалисты Деррида, которые и большая конференция была крупнейших специалистов Франции. И что поразило всех литовцев, которые сидели? Восемь или девять докладов все говорили с огромными экскурсами в китайскую культуру, потому что китайская культура уже во французской постмодернистской культуре, она интегрирована, уже огромное количество работ, и она уже воспринимается как часть современного восприятия мира. И вот эта система образов, которая существовала в античном мире, она уже в этой образной системе претерпевает метаморфозы, потому что те идеалы основные, которые начинаются, и оценочные суждения, которые начинаются с понятия вкуса, они уже совершенно другие, исходные системы, потому что установка, так же и для модернистов установка на классическое искусство, она прекрасная, для них это примитивная, как с точки зрения прекрасного ты будешь понимать картины, допустим, Сутина или Кавку, романы, где совершенно, где трагическое становится, и очень часто безобразное, как мы видим в восточных цивилизациях, допустим, гармония раскрывается через ин и ян, то есть, так вот, эта система, вот то, что вы говорите, бестиария, она тоже точно так же в разном цивилизационном цикле, так же, вот как мы, допустим, Средневековье, рамки Средневековья и восприятие знаков Средневековья культуры или образных систем Средневековой культуры в разных регионах, даже евразийского, особенно западного пространства, она совершенно по-разному воспринимается, и в зависимости от региона, от культурного центра, от уровня, морфологическая точь, о чего я говорил, интеллектуальные элиты, допустим, у нас в Жамэтии, это будет или в России какой-то периферии, процессы, которые в Париже в 12 веке уже кристаллизуются, в 13, у нас будет очень часто с запозданием происходить в 18-19 веке, так вот, эти процессы, они происходят и в нашем восприятии, и той образной системы, которую мы называем бестиарии, и потому, ну, очень четко мы должны, вот вы поднимаете вопрос очень абстрактно, вот я, с чего я начал, если мы хочем конкретно и по-научному говорить, мы очень четко должны определить, в каком морфологическом разрезе, договориться о понятиях, и тогда только начинать, договориться о регионе, о историческом времени, только тогда начинается. Я хочу всех познать в понедельник в 15 часов еще раз со встречи с господином Андреасовским и продолжить вот эту дискуссию, может, вы еще могли бы объявить нет, меня попросили, я много тем предложил, это мало интересно, наверное, будет это о литовском изобразительном искусстве, здесь где-то я не знаю, да, я просто предложил. Я буду показывать так, что все, кому интересно продолжить искусство, приглашаем. Простите, что я, ну, мне казалось, что гораздо важнее поговорить о теоретических, методологических проблемах, чем мы, потому что я доклад уже опубликую и в интернет на 30 страниц вы сможете все это с иконографией и с другими вещами вы сможете посмотреть. и в интернет на 30 страниц